друзья всем привет мое сегодняшнее видео будет посвящено волнистым попугаем примерно неделю назад я делился с вами сюжетом там волнистые попугаи маленькие птеночки выпадали из гнезда то есть они не умели не летать не сами кушать полностью были еще не самостоятельно я переживал как сложится ихняя судьба кто будет их кормить думал надо будет подкармливать но я контролировал приходил первый день второй день птенцы постоянно были накормлены вот прошла неделя я хочу показать вам как развиваются события птенцы подросли набрали красивый цвет в общем сейчас вы сами все увидите все складывается как как нельзя наилучшим образом приятного вам просмотра вот перед нами стая это взрослые особи вот сейчас мы с вами можем наблюдать как сидят взрослые особи я вам сейчас немножко напомню значит было всего три птенчика которые выпали из гнезда ну сперва выпал один потом второй и третий и вот сейчас если вы присмотритесь вот здесь справа вон он сидит вон она стенки сидит сейчас я зайду это был самый старший птенец а первый птенец который выпал самый первый сейчас я вам его попробую найти он сидит уже наверху самостоятельно взлетает сейчас все подробно покажу обратите внимание вон он на самом верху фиолетовый птенчик это был тот птенчик верни это есть тот птенчик который был самым первым кто выпрыгнул раньше срока из гнезда вон он на самом на самом верху то есть он сам самостоятельно туда взлетел вот смотрите вот как раз он попозирует у него и крылья выросли и хвост вырос но в плане самостоятельного питания я не знаю может еще он не научился кушать сейчас я попробую поймать его и показать так сейчас покажу еще остальных в общем чем вызван это катапульта катапульта как по-другому сказать досрочно покидание гнезда я не знаю может быть их там обижали родители непонятно он прячется сейчас поймаем ближе покажу вам а это перед нами тот который посмотрите видео ранее снятое там был маленький который был самый шумный самый крикливый это вот он сейчас я вам его крупным планом попробую показать но он у меня уже не такой крикливый видите да вот он вот такой вот малыш куда-то убежал вот пожалуйста крылья еще видите но еще немножко надо подождать еще не вернусь этот был самый маленький и все время хочет куда-то убежать смотрите друзья он хоть и маленький еще сам кушать не умеет но у него накормленный хороший зоб то есть родители его кормят почему он прыгнул с гнезда непонятно вот такой вот малыш так что можно придумать ему имя прозвище и найдем ему хорошего хозяина если бы они не доедали допустим голодные были то они наверное здесь были бы голодные ну это я не знаю честно сказать я столкнулся с таким выпаданием выпаданием из гнезд первый раз раньше никто не выпадал кстати у меня почему-то опять выходят одни мальчики вот этот мальчик тот фиолетовый сейчас я его поймаю тоже мальчик потом этот который березовый тоже мальчик получается если буду делать на племя оставлять негде брать самочек сейчас я вам еще покажу чудо природы маленький беленький выпал в соседнем вольере где вообще никто никогда не выпадал я здесь посадил его к желтеньким у меня сейчас кстати желтенький желтеньких покажу желтенькие тоже подрастают я его посадил туда желтеньким ну сейчас я открою и все вам покажу и как раз прокомментирую что там происходило вот такой вот малявка итак я его усадил на палочку он уже прекрасно держится на палочке видите а здесь вот из гнездочка выглядывают желтенькие я доставал их в прошлом видео из гнезда вот видите какой скандальный сейчас я вам дам послушать как он кричит вот этот звук у волнистых попугаев означает то что попугай напуган обычно когда попугай напуган он издает вот такой вот резкий звук смотрите вот тут у меня два желтых тоже растут но они гнездо раньше времени не покидают видите все у них классно у них уже и хвосты вон длинные крылья но с гнезда не прыгают а вот здесь есть он прячется в уголочек вот такой вот маленький беленький пушистенький комочек вот он выпрыгнул соседнем вольере я посадил его сюда ну и мы еще видите сколько надо расти хвост маленький крылья маленький ну не растет я думаю в любом случае будем думал тоже надо подкармливать думаю такой маленький ну как он а он блин шкодливый такой вот клюв у него грязный видимо родители кормили в каши значит что я захотел за него сказать он и отсюда во выпрыгнул казалось бы в чем причина вот сейчас смотрите здесь два хороших птенца зобы накормлены кстати этого сегодня мамаша или папаша я не знаю кто тоже накормил вот зобик накормлены все хорошо то есть мне в принципе не приходится никого пока кормить но все равно за этим буду наблюдать мне кажется он такой маленький слабенький посмотрим то есть видите такие вот здесь у меня новости это белое чудо выпало из гнезда причина неизвестна желтые подрастает а я же еще хотел с вами поговорить о том что вот он кричит напуганно наверно неспроста если присмотреться я присмотрелся обнаружил вот посмотрите на восковицы видите у него на восковицы ранка как будто его кто-то клюнул то есть возможно была драка может самка его клевала может самец может быть соседняя самка залетела и была какая-то небольшая потасов но ксенчик напуган этот крик неспроста и вы видите у него травма кто-то его травмировал вот я таким образом объясняю его вот эта напуганность потому что в принципе они все хорошие вот пожалуйста поэтому надо уже бежать куда-то лететь куда-то так сейчас я вам покажу кто у меня первый раз выпал и какой он сейчас превратился да чтобы чтобы его показать его сначала надо найти его там вот он фиолетовый если я не ошибся первый раз то это самец видно вам да он спрятался вот видите как летать научился уже и попробуй поймать называется а там места много куда придется он под крышку залез давайте сейчас поймаю ближе покажу вам вот перед нами эта птичка фиолетовый попугай самец а слева бирюзовый желтой мордочкой видите как быстро они растут так что в принципе объявляем поиски добрых хороших рук кому интересно пожалуйста есть два чудесных попугая 3 пока еще не могу поймать сейчас попробую у третьего еще расцветка будет необыкновенная обратите внимание оба самца кушают они хорошо а тут уже улетел тут маленько постарше летать научился этот еще выйти более такой дружный вот с таких вот с такого возраста можно начинать дрессировку попугаев вон он улетел куда видите дрессировку я веду приручением в плане питания попугаи уже отлично кушают сами зерносмесь вот пожалуйста зерносмесь спроса просто овес семечек немножко видеть и семечки съедают в первую очередь потом съедают спроса и овес также даю мягкий корм в плане мягкого корма здесь у меня и семечки и пшеница и овес и проса и это каналийчное семя сорга рапс рапс плохо едят сорга едят нормально проса едят нормально овес хорошо едят кукурузу едят но если она достаточно мягкая если не очень мягкая то они не могут расклевать но если сильно голодные то расклевывает но сильно голодные они и не имеют быть не имеют права быть когда у них птенцы Это если птица будет на отдыхе, то они могут съедать норму питания, а потом как бы должны быть немножко голодные. То есть золотое правило попугай, думаю, может быть даже любая птица, но за любую птицу не будем сейчас говорить. Именно попугай должен быть немножко голодным. Если ему положено 100 грамм, пускай он съест 90 грамм, ну и какую-нибудь там травинку, колосинку. Но суть в том, чтобы был немножко голодный. Это когда нету птенцов. Не путайте, друзья. Когда нету птенцов, немножко голодный, немножко голодный, это хорошо. Но с птенцами, чтобы была еда. Или чтобы птенцы были просто сытые, ориентируйтесь. Но чтобы у вас эти вот мешки влажные, мягкие, корма, не закисали. Почаще меняйте или поменьше накладывайте и потом просто добавляйте. Мешка может быть любая. Кто-то дает пареный овес, кто-то дает вареную пшеницу, кукурузу, овес. Пшено, яйцо вареное с морковкой перемешивают. То это вот в общем, кто как любит, тот так и пожалуйста. Но это не принципиально, наверное. Или много есть рецептов, кто что выберет. Кто к чему приучит птицу, то и давайте. Вот мне удалось еще третьего птенчика поймать. Вот он какой, видите, голубенький. Спинка белая. И волнышки на крыльях. Хоп. И улетел. Сейчас попытаюсь его крупным планом снять, чтобы он не улетел. Он у меня получается самый старший и какой-то он самый кусучий. Вот и все. Вот он, видите, малыш. Клювик черненький. Это свидетельствует о том, что птенчик маленький. Ну, примерно до двух месяцев будет эта чернота. У некоторых вообще ее нету. У некоторых долго она сходит. Такой вот ориентир вам будет. Еще, друзья, не забывайте. Вот если вы кормите свою стайку волнистых попугаев. Ну, вон они, все попрятались. Так вот, если вы кормите свою стаю волнистых попугаев. И потом кто-то где-то в разговоре, там вот, как обычно бывает, встретились, там, ты что даешь? Я это даю, а ты что даешь? Я это даю. А как едят? Тут говорят, да хорошо едят, прям. И птенцы хорошие получаются. И тогда тот, который наслушался, человек, может быть, меньше опыта, да и бывает то, что уже бывало, и наслушаются. Приходят и начинают у себя в стае вводить новый рацион. Вот это, друзья, ошибка. Не надо вводить новый рацион, когда вы кормите, когда ваша стая кормит птенцов. Вот к чему стая привыкла, вот так и кормите. Когда вы кормят, когда вы кормят, и птенцы выйдут на самостоятельное питание, вот тогда уже давайте новые корма, там, экспериментируйте. Но чтобы птенцы уже были не в гнезде. Вот это вот, многие на этом, как сказать, многие на этом прокалываются или обжигаются. То есть птенцы начинают поносить, пачкать лапки себе. На лапки налипают такие шарики. Также это все налипает на клюв. Ну и птенцы могут погибнуть, если вовремя не оказать им помощь. Так что имейте в виду. Ну уж если прям сильно хочется что-то новенькое попробовать, то давайте очень маленькими дозами, порциями, очень маленькими. Вот фиолетовый. А вот бирюзовый. Ну я думаю, я вам самое главное сказал, просто многие пишут, говорят так и так, вот ввел это, ввел это, птенцы начали так и так себя вести. А когда потом начинаем более подробно изучать ситуацию, оказывается, что кормил человек как обычно, как всегда, все было хорошо, ввел что-то новое, и птенцы начали плохо себя вести. Так вот, ребятки, не вводите новое в рацион питания, когда птенцы. А чтобы была у вас универсальная такая модель кормления, вы просто разнообразьте свое питание на постоянное. Вот птицы там готовятся к поровке, и пошли в поровку, потом несутся, сидят на яйцах, ну им там раз день через день кусочек морковочки, там листика, дуванчика, ну немного, чтобы это было, ну чтобы у птицы это хотя бы было. Ну, я думаю, так будет проще как-нибудь, потому что от всего, так вот не предупредишь, не спасешься, не убережешься, ну хотя бы имейте в виду. До скорой встречи. Моя волнистая братва передает всем привет, жмет руку, хлопает по плечу. Друзья, всего доброго, хорошего вам разведения волнистых попугаев. Продолжение следует. Как эти хулиганы подрастут, я вам еще, я вам еще покажу, когда он станет взрослым. Ну, в общем, все до подробностей. Все, до скорой встречи, до свидания.